Добрый вечер! Основные события дня экспертной оценки в ближайшем часе. В Ватикане конклав из 115 кардиналов выбирает Папу Римского. Больше выпьешь – больше срок. Обсуждение поправок в законодательство пьянства, как отягчающие обстоятельства, возвращают в Уголовный кодекс. Организация экономического сотрудничества и развития предсказывает, цены на нефть могут взлететь до 270 долларов за баррель. И космический мусор, как угроза спутникам, да и Земле тоже. Теперь по порядку. Примерно полчаса назад, по разным оценкам, может, минут 25, 115 кардиналов уединились в Ватикане, чтобы выбрать нового Папу Римского. Чтобы не допустить утечки в прессу имени нового Папы, до его официального объявления Ватикан ввел режим строжайшей секретности. Окна помещений, где находятся кардиналы во время конклава, закрашены белой краской, чтобы фотографы не могли ничего заснять. Кроме того, в помещениях для голосования установлены замаскированные устройства, которые не дадут никому из участников использовать средства связи. Другой мерой стала проверка помещений на наличие подслушивающих устройств. Наконец, Ватикан пригрозил любому, кто сообщит прессе что-нибудь лишнее, отлучением от церкви. Но кое-какие секреты нам, надеюсь, сейчас приоткроет наш человек в Риме. На связи с нами Екатерина Сантони Синицына, искусствовед, лицензированный экскурсовод по Ватикану. Екатерина, добрый вечер. Добрый вечер, приветствую вас из Ватикана, Михаил. Екатерина, скажите, последовательность событий Конклавы, какова она? Ну, я позволю себе начать с сегодняшнего утра. Сегодня утром все кардиналы, Михаил, не только те, которые принимают участие в Конклаве, позволю себе напомнить, что возраст тех кардиналов, которые могут быть избранными и которые избирают не старше 80 лет, все действующие кардиналы сегодня утром принимали участие вместе в базилике Святого Петра. Это место называется Пролиджендуль Понтифича, что значит, я выбираю Понтифика. После окончания меса был небольшой перерыв. Во второй половине дня все кардиналы переехали в апостольский дворец. Более того, вы совершенно правильно сказали, что сейчас идет очень строгий контроль, в первую очередь в пансионате Святой Марты, там, где проживают кардиналы. Пансионат Святой Марты, он имеет 130 келей, как вы правильно сказали, 115 кардиналов. Это те, которые принимают участие в Конклаве. И вот это устройство, я бы уточнила, которое называется Пелена, это устройство контролирует систему мобильных телефонов, то есть они не имеют права пользоваться мобильными телефонами, они не имеют пользоваться радиосвязью. Кардиналы переехали в апостольские апартаменты, контролировали, что они не вступают в связь с посторонними людьми. И находясь в апостольских апартаментах, они перешли в Паулинскую капеллу, где облачились в коралловые одежды. Кстати, вот очень часто задают такой вопрос, почему кардиналы носят именно одежды красного цвета. Я хотела бы уточнить. Это символ того, что каждый из них в любой момент готов отдать жизнь Господу Богу. Переходит в Сикстинскую капеллу, руководитель церемонии проводит клятву. Что обозначает вот эта клятва? Кстати, в данный момент, Михаил, вот эта клятва, она только-только закончилась. Когда клянется вся римская курия, что голосование будет честным, руководитель церемонии зачитывает эту клятву и кардиналы ее повторяют. После этого произносится такая фраза «extra ominis», что значит «все лишние вон». Что имеется в виду? То есть те кардиналы, те представители римско-католической церкви, которые находятся в данный момент в Сикстинской капелле, они еще пока не покинули ее, они должны оставить капеллу, двери закрываются, то есть в Сикстинской капелле остаются только те кардиналы, которые принимают участие в скан-клаве. Опять же, напоминаю, чей возраст не старше 80 лет. Как обычно классически проходит эта процедура? После того, как дается клятва, кардиналы занимают свои места, то есть каждый кардинал на Библии клянется, что его персональное голосование, оно будет справедливым. После этого они садятся каждый на свое место. Места Михаил в капелле распределяются в зависимости от возраста, не от физиологического возраста, а все зависит от того, как долго данный человек занимает кардинальский пост. Кстати, в Сикстинскую капеллу они входят под григорианский гимн. После этого, после того, как они проголосовали, а как выглядит бюллетень? Он очень простой. Верхняя строчка, где написано То есть выбираю как верховного понтифика. А нижняя часть, она свободна. И там, в этой нижней части, каждый кардинал должен записать имя того кардинала, которого он хотел бы видеть как последователя Бенедикта XVI. После этого каждый из них подходит к кафедре и опускает бюллетень в урну. Катерина, извините, я знаю, что там не одна урна, а их несколько, три, по-моему. Михаил, я хочу вам высказать свой комплимент. Очень приятно иметь дело. Потому что, действительно, спасибо вам большое, что вы мне задали этот вопрос, потому что в последние дни я действительно в отношении этих урн слышала очень много смешных историй. Знаете, как мы говорим в Ватикане в отношении, в общем-то, некоторых журналистов или даже некоторых гидов, которые рассказывают, ну, не совсем точные вещи. А в Ватикане мы их стали в последнее время называть ватиками. И вот я слышала такую версию, очень смешную, что это не просто урна, а что это хрустальная ваза. Смотрите, хрустальной чашей пользуются копты. Что касается Секстинской капеллы, вы совершенно правы, урны их три. Они не хрустальные, они сделаны из серебра. Их три. Почему? Первая урна, это та самая главная, которая находится в Секстинской капелле. Для чего создается вторая урна? Как альтернатива? Ну, вы понимаете, что кардиналы, в общем-то, они не молодые. И те, которые приезжают на конклав, ну, мало ли, какая-то ситуация, кто-то заболел, кто-то не смог покинуть пансионат Святой Марты. Тогда вот эта вторая урна, она приносится в пансионат Святой Марты, она опечатана. То есть это как урна для досрочного голосования? Голосования на домов? В момент конклава кардинал голосует в своей собственной келье, находясь в пансионате Святой Марты. Эта вторая урна возвращается в секстинскую капеллу, смешивается содержание первой урны и второй урны, смешивается в третьей, и та урна, которая голосует, это третья. Напомню, что для того, чтобы выбрать папу, необходимо набрать две трети голосов плюс один голос. В секстинской капелле стоит печка. Если не выбирается необходимого, не набирается необходимого количества голосов, то в печку подкладывается пакля черная. Вот эта черная пакля, она провоцирует черный дым. Если набирается, то пакля сухая, и дым выходит белого цвета. Катерина, скажите, как раз о черном цвете. Хотела спросить, много слухов ходило о возможности выбора чернокожего папы. И вообще, кто главный фаворит? Я с вами искренне. Я думаю, что католики к этому пока что не готовы. В мире существует практически полтора миллиарда католиков. Большинство это европейцы, североамериканцы, Канада, плюс Латинская Америка. Я думаю, что на данный момент мы к этому не готовы. Я считаю, что большие шансы имеет кардинал Бертоне или кардинал Милана. Я боюсь загадывать. Каждый день должно проходить четыре выбора. То есть, два раза должны проголосовать утром и два раза во второй половине дня. Дальше. Смотрите, какая интересная деталь. Как только выберут папу, декан, кстати, тот, который не голосует, принимает участие в конклаве, но не голосует, не может голосовать и не может быть избранным, это декан. Это кардинал Сосодану. Ну, во-первых, он по возрасту не подходит, потому что, если я не ошибаюсь, то он родился в 1927 году, поэтому ему уже больше 80 лет. Соответственно, после того, как выбирается понтифик, после этого декан вместе с руководителем церемонии и с двумя свидетелями они отправляются в сокрестию. Сокрестию, я думаю, что переводится как резница. И там ему задается вопрос, ты согласен принять папство? Ну, как правило, естественно, ответ позитивный. После этого руководитель церемонии, Михаил, руководитель церемонии, он имеет еще функцию и нотариуса, и два его помощника, они же свидетели, они подписывают документ о новом папе и вписывают в него его папское имя. Михаил, очень важная деталь. Смотрите, как происходит у православных. Как только человек принимает постриг, как только становится священником, ему дается второе имя. То есть, есть имя в миру, есть имя религиозное, а вот у католиков иначе, уже кардинал, а кардинал это как владыка, как митрополит, но живет со своим мирским именем. Если становится папой, он имеет право выбрать имя самостоятельно. Так вот, в этот документ вписывается его папское имя, после этого они возвращаются в капеллу. Все кардиналы встают на колени, снимают шапочки и молятся. Дальше. Если вы представляете себе фасад базилики... Катерина, извините, что я перебиваю, у нас не так много времени остается. Скажите, как долго могут длиться выборы папы? Там, в свое время, в 13 веке, я слышал, три года выбирали. Нет, нет, я думаю, что так долго не будет. Я думаю, что максимум четыре дня, потому что самый быстрый конклав, который мы имели, это предыдущий конклав, когда выбрали папу Бенедикта 16-го. Он продолжался всего-навсего двое суток. Ага. Подождите, подождите, я все-таки хотела бы рассказать, это очень важно. После этого на балконе появляется протодиакон, который объявляет пастве «анум тю вобис гуадимус манюм», потом пауза «абимус папа». Что значит? У меня для вас хорошая новость. У нас есть папа. Спасибо. С нами была Екатерина Синицына-Сантони, искусствовед, лицензированный гид, экскурсовод по Ватикану. Мы говорим о конклаве, который открылся в Ватикане. 115 кардинала выбирают нового папу в 22 часа по московскому времени. Ориентировочно, естественно, над той самой, теперь уже знаменитой, трубой должен подняться белый дым в первый раз во время этих выборов. Простите, не белый, а белый или черный. Что будет соответствовать, выбран папа римский новый или нет. Подождем, не так много времени осталось. Законопроект о признании состояния пьянения отягчающим обстоятельствам при совершении преступлений нашел одобрение в правительстве. Инициативу, предложенную Минюстом, рассмотрел уполномоченные комиссии. Теперь кабинет министров соберется, чтобы окончательно обсудить этот вопрос. Суть поправки в уголовный кодекс сводится к тому, что судьи смогут наказывать пьяных нарушителей и преступников строже, чем трезвых. Так это было во времена Советского Союза. Нужна ли такая норма в современном российском законодательстве? Это вопрос, который я адресую вам, нашим слушателям. Телефон в студии 6510996, код Москвы 495. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей дискуссии. А у нас на телефонной связи адвокат Игорь Шабанов. Игорь Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Как вы считаете, такая норма в целом правильная? Норма, которая позволяет назначать более строгое наказание элитам, совершившим преступление в состоянии опьянения, я считаю, конечно, правильная. И она должна повлечь дефекциацию наказания между людьми, которые совершили это преступление, в том числе по неосторожности, и людьми, которые совершили это преступление в состоянии опьянения. Ну, тут возникает много вопросов сразу. Во-первых, почему этой нормы не было до сих пор? Почему ее изъяли из того старого кодекса, который переходил? Ну, почему ее изъяли, я не могу сказать. По моему мнению, это большая глупость ее изъятия. и при реформировании советского законодательства, которое было достаточно продуманным и, скажем так, выстраданным, думаю, совершили не одну такую глупость. Много нормы изъяли, которые были правильными и действительными. Но все равно вопросы, тем не менее, остаются. Вот, например, широко известные, много таких историй было, когда пьяный водитель сбивает или попадает в ДТП, или, не дай бог, кого-то сбивает, скрывается с места преступления, три дня пропадает где-то, естественно, никаких следов алкоголя в организме потом не найдешь. И что? Что делать-то вот в этой ситуации? То есть, он был в состоянии алкогольного опьянения. Но доказать это нельзя? Ну, если его нельзя доказать, то и нельзя его наказывать за то, что он был в состоянии опьянения. Это безусловно. Любое наказание должно основываться на доказанных фактах, на доказанных обстоятельствах. Понятно. В любом случае, значит, вернее, в этом случае сомнение в том, что правонарушитель был в состоянии или не был алкогольного опьянения, будет трактоваться в сторону подозреваемого. То есть, из-за тягчающего оно станет, наоборот, помогать ему. Безусловно. Если какие-то обстоятельства не доказаны, все сомнения будут трактоваться в пользу подсудимого, обвиняемого, подозреваемого. это норма права, которая доказана у нас в законе, и это, скажем так, теоретические основы права, которые существуют во всем мире. Вот тут тоже интересный момент. Обвинения должны толковаться в пользу лица, привлекаемого. Я понимаю. Вот интересный еще момент. Значит, под состоянием опьянения в проекте подразумевается состояние, вызванным употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ. Но под это что угодно можно подвести? Ну, я не знаю, что... Клея нанюхался. Клея нанюхался, конечно, одурманивание. Что значит наркотические вещества? Наркотические вещества это те вещества, которые предусмотрены специальным списком, которые... относятся к наркотическим веществам. Но состояние одурманивания может вызываться не только ими. Поэтому я считаю, да, совершенно справедливо относятся к этому и другие одурманивающие вещества. Спасибо. Человек теряет разум, человек теряет контроль над собой и нюхая клеень, как, в принципе, употребляя наркотики, он осознает, что он потеряет контроль над собой, он будет плохо контролировать ситуацию и при этом должен нести за это ответственность. там, естественно. Спасибо. Спасибо. С нами был Игорь Шабанов, адвокат. У нас есть звонок. Кирилл, мы слушаем вас, вы в эфире. Да, здравствуйте. Я вот не с самого начала вас слушаю, но мне понравилась ваша реплика по поводу пьяного, который несколько дней скрывался. Дело в том, что у меня, к сожалению, был случай с другом, которому алкогольное объединение за рулем совершенно спокойно нарисовали по показаниям свидетелей, которые засвидетельствовали, что они за несколько часов до этого употребляли вместе с ним алкоголь. Совершенно не обязательно для того, чтобы человек, обязательно был результат от вродов, чтобы человека осуществили, как бы он получил наказание. Вот. И я хотел бы сказать, что в нашей стране, конечно, объединение это отягчающее обстоятельство. Спасибо, Кирилл. А вот ту ситуацию, которую вы описали, мы сейчас попробуем обсудить с нашим экспертом. На связи у нас Георгий Сатаров, президент фонда Индем, политолог. Георгий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, слушатель рассказал, историю, как его товарищу просто нарисовали состояние алкогольного пения со слов свидетелей. И это пошло, теперь будет считаться отягчающим обстоятельством. Как быть в такой ситуации? Вы знаете, это пример того, что дело не в законах, а в их исполнении. Ведь, ну, когда у нас выносятся неправосудные приговоры, то это означает нарушение процессуальных законов, да, когда у нас берут взятки те же каишники, это тоже нарушение законов, и так далее, и так далее. Поэтому наша проблема, проблема нашей страны не в том, что у нас какие-то законы неправильные или каких-то законов не хватает, а это проблема в том, как наши законы исполняются. Ну вот, кстати, критики вот этого предложения обращают внимание на то, что судье предоставлено право учитывать опьянение как отягчающее обстоятельство или не учитывать. То есть, это судья будет решать. И вполне понятно, что при разных обстоятельствах коррупционных или не очень, он может решить или так, или так. Вы знаете, это еще не самое страшное, поскольку, ну, все-таки судопроизводство это, во-первых, процедура открытая, она более или менее конкурентная, там предусмотрен адвокат, который может, так сказать, ну, свою позицию выстраивать. Поэтому не в этом и дело, а дело в том, что будет предшествовать суду. Ну, например, исходя из того случая, который мы в эфире услышали, как будет констатироваться объединение. Правильно? А это уже проблема следствия. А как у нас проводится следствие, мы знаем. Георгий Александрович, но в целом понятно, что и в советское время это было и сейчас, что особенно, если совершается правонарушение, многие говорят о том, что вот отягчающее обстоятельство алкогольной пьяни будет все-таки останавливать людей от нарушений закона. Вы полагаете, это так или нет? Дело в том, что, как говорят криминологи, на преступность влияет не тяжесть наказания, а его неотвратимость. Вот это самое главное. А у нас проблемы с неотвратимостью наказания. У нас фантастическая латентная преступность, у нас есть возможность при наличии денег откупиться от правосудия. опять же, я вас подталкиваю к другому соображению, что дело не в законе, а в том, как этот закон функционирует. В этом проблема. Я согласен с абстрактным тезисом, согласно которому опьянение является отягчающим обстоятельством. но для этого надо иметь другое правосудие. Ну а где же нам взять другое правосудие? Вот тут как раз момент еще один интересный в предложениях, которые вносит правительство, что судья, ориентируясь на степень общественной опасности преступления, может ужесточить наказание в связи с этим нюансом. Меня больше всего волнует в этой ситуации, что это судья решает. Да, безусловно, здесь, так сказать, соображение, которое допускает очень расплывчатые толкования, но в ответ на ваш вопрос, где нам взять такое правосудие, ровно так же можно спросить, а где нам взять такую власть, которая, скажем, не вмешивается в правосудие, да? Мы имеем ту власть, которую мы заслужили нашим равнодушием, нашим попустительством, это распространяется на правосудие. Ну вот вы просто продолжаете дискуссию, я вспомнил, недавно читал о том, что судьи обратились с открытым письмом, в котором говорят, что до сих пор, ну и, видимо, широко, раз уж судьи это делают, открыто об этом говорят, до сих пор применяется телефонное право. В данной ситуации оно может применяться как угодно. Естественно, естественно. Если, допустим, стоит задача засадить человека надолго, то повлиять на судью можно и подполкнуть его к тому, что он должен обозначить высокую степень общественной опасности или еще что-нибудь в этом духе, да, безусловно. я, в общем-то, аплодирую тем судам, которые написали это письмо, это действительно проблема. Но с точки зрения правосознания общества все-таки мне кажется, что идти громить, не знаю, витрины выпьемши 10 раз подумают, так штрафом отделаются, а так срок получат реальный. понимаете, может быть, это оградит нас от такого рода вещей, но может дать оружие для того, чтобы гнобить неугодных. это наш выбор. Я понимаю, но если неугодный находится в состоянии алкогольного опьянения и дебоширит еще, ну, даже хорошее к нему отношение с точки зрения общества будет сильно подпорчено. Ой, вот здесь это очень сложный вопрос, чем можно подпортить хорошее отношение общества. Я знаю у нас политиков, про которых много чего известно, но это как-то не портит отношение к нему. Благодарю вас. С нами был Георгий Сатаров, президент фонда Индем, политолог. Мы говорили об инициативе ужесточать наказание в Уголовном кодексе и, возможно, появится такая поправка, если правонарушение или преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения. В целом эту инициативу поддерживают и положительно относятся, но, как обычно, вопрос правоприменительной практики, как это будет происходить на деле, вернемся через полторы минуты. Цены на нефть могут вырасти до 270 долларов за баррель. К таким вершинам они поднимутся к 2020 году, посчитали аналитики Организации Экономического Сотрудничества и Развития. Цены, как ожидаются, будут расти из-за проблем с предложением. Новые месторождения не столь богатые, как прежние, а их разработка все дороже. Только с 2000 по 2010 год затраты компаний на разработку выросли вдвое. Это данные Международного энергетического агентства. Мы говорим о прогнозах нефтяных цен с предпринимателем Михаилом Юрьевым. Михаил Зинович, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы полагаете, насколько вообще можно прогнозировать цены на нефть? Ну, в деталях прогнозировать, естественно, нельзя. Ну, то есть, можно, но вряд ли это будет соответствовать реальности. Ну, общие тренды выловить можно. Организация экономического сотрудничества отличается, судя по прошлым достижениям, как раз тем, что она никогда не видит тренды актуальные для будущего, поэтому ее прогнозы обычно имеют минимальный интерес на специалисты. то есть, вы полагаете, что цены не взлетят до таких заоблачных высот? Ну, лично я, а я все-таки как бы, ну, не последний человек в этом бизнесе, я считаю, что цены на нефть обвалятся, обвалят будет происходить два этапа. Году в 15-16 они обвалятся именно в прямом смысле, то есть, скачкообразно долларов до 80-85 за баррель в нынешних долларах и дальше через некоторое время после этого будут снижаться плавно до 45-50 долларов, но это уже будет носить необвальный характер. Михаил Зинович, с чем, да, вот причины как раз, с чем это связано на ваш взгляд? Причин две, причин две, значит, во-первых, есть сланцевая нефть, значит, то, что у нас упорно не желают признавать существование, наши нефтяные игроки и нефтяные власти, но это их проблемы, поскольку действительность не зависит от того, что они хотят, а что они не хотят признавать. Проблема здесь заключается в том, что статистика американского департамента энергетики очень сильно запаздывает на год-полтора, но по косвенным статистическим данным, в первую очередь по таможенным добыча, да и по-внутри тому, что знают те, кто внутри американской исландовой индустрии, а я принадлежу к этому слову, это добыча нефти, именно нефти, не газа, на сегодняшний день в США, вот сейчас, в марте месяца, составляет практически 2 миллиона баррелей в сутки уже именно нефти, плюс так называемый NGL, Natural Gas Liquids, это ну у нас нет такого термина, это смесь жирных газов и нафты, но это практически считается то же самое, что нет. Значит, на самом деле такой рост этой добычи будет носить качкообразный характер, и что произойдет к 15-16 году, это Америка еще не выйдет на уровень самообеспеченности, но она перестанет импортировать не в Сближний Восток, останется импорт только из Мексики, а импорт из Мексики практически он весь по долгосрочным контрактам практически не участвует в ценообразовании. А второй фактор, который будет на это влиять, заключается в том тусланцевый газ, которого бывает совсем много и которого американская индустрия может в любой месяц-два увеличить на 30% был бы спрос. В силу того, что цена за калорию энергии на газ сейчас составляет почти в 10 раз меньше, чем цена за калорию из нефти, то будет происходить махированный процесс замены нефтяных потребителей на газовых потребителей. Михаил Зинович, а другие игроки? Вот Китай со своей растущей экономикой. Да, но Китай с растущей экономикой это, конечно, замечательно, только дело в том, что китайцы идут вторыми в мире по освоению сланцевых месторождений газовых, они вкрохали довольно большие деньги в это дело, импортировали технологию из США и в 15-м году собираются начать первые промышленные отгрузки сланцевого газа. У них есть государственная программа, они собираются выйти к 16-му году на 80 миллиардов кубометров в год, думают, что к 16-му на 80 не выйдут, будут идти чуть медленнее, но все равно к концу десятилетия выйдут на очень приличные объемы собственной добычи. Михаил Зинович, насколько я понимаю, вот и слышал, и читал про эту историю, у этой технологии добычи сланцевой нефти и сланцевого газа есть очень много «но». И специалисты говорят, что, например, в Европе невозможно применение этих технологий, они отказываются. Это правда, но ведь в Европе ничего невозможно. В Европе это мир сумасшедших экологов и исламских эмигрантов. В Европе ничего невозможно. Европа давно не является локомотивом мирового развития. А в принципе добыча сланцевой нефти и газа с очень небольшими экологическими рисками, в некоторых местах большими, так в этих местах ее и не дают добывать. В остальных местах это полная ерунда. Я ее сам добываю, поэтому знаю, что там нет никаких экологических угроз. Так. Ну и опять же, есть те, где живут места, где живут сумасшедшие экологи, которые считают, лучше мы будем ходить босиком, но у нас не будет экологических рисков. Ну, замечательно. Пусть ходят босиком. А вы не считаете, что снижение как раз цен на нефть может произойти совсем по другим причинам? Из-за замещения другими энергоносителями, скажем, возобновляемыми или более экономных технологий? Ну, будет происходить массовое замещение нефти газом, и это является очень, действительно, правильно вы говорите, это является очень экологически выгодным, потому что вредоносность от газа не на уровне добычи, а на уровне уже использования, гораздо чище нефти, гораздо меньше. машина, ездящая на газе практически не дает вредных выхлопов. Что касается это будет происходить массово, что касается вот этой всей бредятины, там, ветровая, приливная, это все фантазия. Это все способы получать деньги из государственного бюджета на программы чистой энергетики. На Западе это брать деньги из госбюджета не так распространено, как у нас, но тоже не из жидкостей. Спасибо, с нами был Михаил Юрьев, предприниматель. К нам присоединяется Геннадий Шмаль, президент Союза нефтегазопромышленников России. Геннадий Иосифович, добрый вечер. Добрый вечер, Михаил, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вот Михаил Юрьев только что нам рассказал, что технология по добыче, скажем, сланцевой нефти абсолютно чистая и простая, и он сам занимается как предприниматель этой добычей, и, соответственно, нефть будет дешевой. Ну, я не могу с ним согласиться, потому что технология добычи сланцевой нефти совсем не простая. Это касается и нефти, и газа, кстати говоря, и американцев. Все равно, когда мы говорим о новых технологиях, они вбухали достаточно много и денег, и времени, чтобы найти очень интересные технологии достаточно, ну, так, я бы сказал, не очень дорогие. Но, тем не менее, если говорить сегодня вот о той цене, которая есть, то она вот порядка там 110-115, колеблется все время, то сегодня достаточно высокая себестоимость добычи нефти из трудноизвлекаемых пород. Это касается не только сланцев, это касается тяжелой нефти, это касается нефтяных песков в Канаде, где себестоимость сегодня, подчеркиваю, себестоимость добычи одного барреля колеблется от 70 до 90 долларов. И поэтому, когда мы сегодня говорим о достаточно высокой цене, которая имеется сегодня, то мы имеем в виду, что американцам невыгодно сегодня снижать эту цену, тогда, иначе у них тогда многие их промыслы окажутся нерентабельными. Поэтому, я полагаю, что касается, вот я, конец достал его разговора в отношении ветровой энергии, солнечной, я с ним полностью согласен. Но, что касается цен на нефть, я полагаю, что, ну, они будут колебаться, безусловно, но, тем не менее, цена в пределах, наверное, так, 130-150 к 2020 году вполне реальна. Хотя, есть и другие цифры, некоторые называют, что она будет колебаться около 100 долларов, но, учитывая, что нефть дешеветь не будет, потому что сегодня достаточно большое количество нефти, помимо нефтяных песков, помимо тяжелой венесуэльской нефти, добывается еще на шельфах морей и океанов примерно третья часть. Геннадий Иванович, вот сейчас про шельф отдельно поговорим, как раз хотел задать другой вопрос немножко, что такое газогидранты? Вот такая модная штука. Газогидраты, газогидраты. Газогидраты. Японцы вот получили технологию их использования, это конец нефтяной эпохи? Да нет, ну что, во-первых, это еще технология достаточно неотработанная, в принципе, у нас есть одно газогидратное месторождение, Мясояха, которое обеспечит, кстати, Норильский комбинат и город Норильск газом. Газогидраты, это соединение газа с водой, и в этом случае получаются твердые кристаллы. При определенных условиях, они, если подать там соответствующее тепло или какие-то добавки, то из этих гидратов можно получать непосредственно уже газ. Кстати говоря, для нас, для тех, кто добывает газ, газогидраты, это беда, потому что они забивают трубопроводы, шлейфы, которые есть от скважин и так далее, и так далее. Поэтому мы всегда боремся с газогидратами, добавляем метанол, любые другие какие-то вещи, ну, как правило, метанол. Поэтому, да, газогидраты, есть их достаточно много и у нас, и в Японии, но пока говорить о том, что появилась достаточно хорошая технология разработки газогидратных месторождений, нельзя сказать, потому что там слишком много проблем. Думаю, что со временем, конечно, паяется технология, но, наверное, не очень скоро, во всяком случае, не в обозримом будущем. Геннадий Иванович, много было разговоров, вот нефти осталось на 20 лет в мире или на 30. Вот прошло 20 лет, теперь 30, нефть еще есть. Вы правы, не только есть, сколько осталось? А ее запасы увеличились. Ее запасы увеличились. Сегодня запасы нефти, ну, так, извлекаемые, подчеркиваю, тоже есть разные цифры, ну, примерно 185-190 миллиардов тонн. Учитывая, что добываем мы примерно 4, можете считать, что во всяком случае 40 лет мы будем жить спокойно, это раз, а во-вторых, появляются новые, совершенно новые и месторождения, и даже там, ну, слово даже не нефть, а углеводородное сырье. Вот, например, матричная нефть, так называемая, которую открыли у нас в Оренбурге. Это не совсем нефть, но это соответствует соединение углеводородов, из которого можно получать моторное топливо. Или возьмите нашу Баженовскую свиту, вот, так называемые, но геологи знают, что это такое, она распространена на всей Западной Сибири. Ее запасы, по оценке моего приятеля Академика Нестерова, 150-200 миллиардов тонн, но при существующих технологиях можно взять всего там, может быть, 2-3 процента. Найти нанотехнологии, которые позволят эту нефть забрать. Это тоже не совсем нефть. Это кероген, из которого можно получить соответствующие жидкие углеводороды. Геннадий Иосифович, у нас не так много времени, опять же, к сожалению, остается. Буквально 30 секунд. Скажите, вот нарастить добычу Россия в принципе может, транспортировать нет, у нас труп не хватает. Труп у нас как раз хватает, а вот нарастить добычу, это весьма проблематично, потому что мы очень серьезно остались с приростом запасов. Ресурсы-то у нас есть, но чтобы ресурсы превратить в запасы, нужно провести георазведочные работы, надо пробурить скважины, оценить и так далее, и так далее. Да, ресурсы у нас достаточно большие, они оцениваются, но я думаю, где-то около, не считая баженовских видов, ну, по меньшей мере, 70-80 миллиардов тонн. Спасибо. Спасибо, с нами был Геннадий Шмаль, президент Союза нефтегазопромышленников России. Нефти лет на 40 хватит в мире, цена, посмотрим. Человечество в ближайшие 20 лет может потерять геостационарную орбиту Земли, если не решит проблему космического мусора. Об этом заявил сегодня глава федерального космического агентства Владимир Поповкин. Он отметил, что вероятность столкновения космических аппаратов с обломками космического мусора в настоящее время увеличилась. Чем космический мусор опасен? И что такое геостационарная орбита? Чтобы было понятно, этот вопрос я адресую Юрию Карашу, члену корреспондента Российской академии космонавтики имени Цилковского. Юрий Юрьевич, добрый вечер. Здравствуйте. Что такое геостационарная орбита и чем она так важна для Земли? Ну, что такое геостационарная орбита, я думаю, знают все, которые учились в школе, сейчас они проходили скорый курс физики. Это такая некая точка в пространстве, находясь в которой тело, движущееся вокруг нашей Земли, делает это с той же угловой скоростью, что и Земля. Ну, то есть, другими словами, представьте себе, вот вы вращаете вокруг себя ведро на веревке, правильно? Вы можете быть повернутым лицом вот к этому ведру. И вот таким образом ведро, это все время находится над вашим лицом, правильно? Вы сами не крутитесь относительно ведра, вы просто поворачиваетесь вместе с этим ведром. Вот лицо это Земля, а ведро это спутник. То есть, спутник, грубо говоря, спутник, грубо говоря, все время висит над одной точкой Земли. Совершенно верно. Это очень удобно, не надо перенастраивать антенны. Кроме того, не надо забывать о том, что, находясь на этой высоте, спутник не испытывает тормозящего влияния атмосферы. То есть, его не надо все время подталкивать, что нужно делать, когда космический аппарат совершает полеты на нормах относительно низких орбит. Ну, скажем так, до 350 до 400 километров. Вот, когда он висит на высоте 36 тысяч километров, то он может не тратить ступну для того, чтобы постоянно немножко прибавлять себе скорости, которые гасятся от трения воздуха. Это тоже, конечно, очень выгодно. Хорошо, с этим разобрались. Вот космический мусор, он мешает спутникам, которые как раз на этой орбите и находятся. А разве этот мусор в атмосфере не сгорает? Так вот, я же только что сказал. Дело в том, что сам по себе спутник геостационарной орбиты, он никуда не денется. Вот вообще космический мусор располагается над землей тремя слоями. Первый на высоте 800 километров, второй на высоте примерно полторы тысячи километров, и наконец третий уже на высоте геостационарной орбиты 36 тысяч километров. Все то, что летает на высотах до 400 километров, в течение двух, трех, максимум четырех лет само по себе входит плотная атмосфера. Почему? Вот вообще атмосфера распространяется до высоты 800 километров. Ну, это, конечно, такое, с чисто академической точки зрения, поскольку речь там идет о каких-то отдельных планетах. Но когда космический аппарат движется на очень большой скорости, то даже редкое столкновение этого аппарата с молекулами воздуха приводит к его торможению. Вот на высотах до 400 километров это торможение достаточно сильно ощутимо. А когда вот уже 800, 1500 или 36000 километров, то там уже никакого воздуха нет, там уже глубокий вакуум. Тормозить, соответственно, этот космический аппарат нечему, и он там будет летать бесконечно. Понятно. А можно каким-то образом были уже такие разговоры провести генеральный уборок в космосе? Видите ли, теоретически и практически это, конечно, возможно. Это стоит определенных денег, для этого нужно создать соответствующую технику. Хотя, в принципе, уже существуют технологии, которые позволили бы это сделать. Ну вот, например, сейчас возрождается такой вопрос, в том числе в раках организации современных наций, чтобы обязать все государства, которые запускают спутники на геостационарную орбиту, заправлять в них достаточно топлива, чтобы по окончанию срока службы этого спутника либо поднять этот спутник выше геостационарной орбиты, чтобы он там навсегда остался, либо столкнуть его, чтобы он упал на землю. Пока это обсуждается вот как концепция. Ну, конечно, рассматриваются более экзотические способы борьбы с космическим мусором, но, правда, уже на более низких высотах. Вот, например, запустить огромное облако геля, в котором будут завязаны все вот эти обломки, образовавшиеся от столкновения космических аппаратов, от взрывов верхней ступени ракет-носителей, вот они в этом облаке завязнут и, соответственно, тоже упадут на землю, сгорят в плотных слоях атмосферы. Ну, вот этот вариант как раз, что все падать будет на землю, как-то не очень радует. На голову-то не посыпется. Вы не огорчайтесь, потому что недалеко не каждый обломок космического мусора будет развернут с Челябинским метеоритом. Ученые вообще считают, что метеорит, правильно сказать, маленький астероид в поперечнике до 30 метров сгорит в плотных слоях атмосферы, или, по крайней мере, там разрушатся, то есть, до земли ничего не долетели, собственно говоря, с Челябинским метеоритом практически так оно и было, ведь, да, там нашли какие-то коровки на земле, а все, в общем-то, сгорело, взорвало, из воды. Ну, вот по оценке там 17 метров было. Да, вы знаете, ну, вот видите, 17 метров, ну, вот ничего не долетело, а вот таких огромных кусков космического мусора, как метеорит, в космосе не летать, то есть, они, они и большие, но они же обладают очень малой массой, и поэтому они, по данным, сгорят в плотной слоях атмосферы. Так что, беспокоиться тут особо не о чем. Ну, было, конечно, очень много разговоров, причем таких разговоров тревожных, когда в 2001 году с орбиты сводили космическую станцию МИИ. Да, там 120 тонн, там было очень много элементов сделанных из жаропрочной стали, все это, в принципе, могло долететь и без земли, поэтому российские специалисты сделали все возможное, чтобы она упала в Тихом океане, что, слава богу, и произошло. Ну, в общем, шутка тогда хорошая, шутка хорошая, ходила, дорогостоящий способ глушить рыбу. Ну, в общем, нет, знаете, по этому поводу была другая шутка, помните, да, Денис Китович очень хотел слетать на станцию МИИ, но когда ее свели с орбиты, то говорили, что Денис Китов вместо полета в космос предложили вернуться с аквалангом к обломкам этой станции. Понятно. Юрий Юрьевич, возвращаясь к космической угрозе, хорошо, как раз после Челябинского метеорита и в связи с тем, что вот столько мусора летает, наверняка есть вероятность, что, значит, какой-то кусок, обломок может фактически сбить спутник, и он действительно рухнет. Вот какая-нибудь идея защиты Земли есть вообще какие-то технологии? Я имею в виду от чего? От спутников? Ну, конечно, но вот кусок космического мусора попадает в спутник и сбивает его. Вот мы сказали защиту Земли. Вы знаете, Земле ничего не угрожает, потому что, во-первых, спутники сами по себе они достаточно малые космические объекты, во-вторых, когда они сталкиваются и разлетаются на обломке, ну, так это, извините меня, вообще уже это, мы даже можем и ночью это не увидеть, настолько это маленькие кусочки, которые будут сгорать сплостно в своей атмосфере, поэтому успокоиться тут совершенно не о чем. Куда большую тревогу вызывают, конечно, астероиды и кометы, которые могут, которые не то, что могут, они пролетают мимо Земли, а если пролетают мимо Земли, ну, а где гарантия, что какой-нибудь из них, так сказать, не возьмет, немножко больше в сторону Земли и упадет на Землю. Вот об этом, безусловно, думать нужно. А что касается вашего вопроса, есть ли система защиты? Системы защиты нет, но есть технологии, на основе которых данные системы можно разработать и построить. А вам не кажется, что есть все-таки некое лукавство в том смысле, что вот произошел случай в Челябинский метеорит, значит, теперь нужны деньги для того, чтобы строить защиту. Ну, вот 50 лет назад, 30-40, особенно и не беспокоились астероидной, метеоритной опасностью? Видите, я с вами совершенно согласен. Ну, 30-40 лет тому назад никто не знал, почему вымерли динозавры, а теперь мы это знаем, ну, по крайней мере, с 90% вероятности. И, конечно, нам совершенно не хочется разделить судьбу этих бедных ящеров. А, собственно говоря, к сожалению, гарантии, что какой-нибудь обломок поперечники не только километров не пойдет на Землю, нет. Хотя, конечно, шансов меньше, потому что Марс, Юпитер, вот эти планеты, они все-таки достаточно хорошо вычищают Солнечную систему. Очень многие ведь астероиды падают на них. Да и на Луну тоже, посмотрите на нее, она вся испещена кратерами. То есть, в целом, конечно, обломков летающих в Солнечной системе становится меньше. Но нельзя сказать, чтобы они совсем сошли на нет. И если есть хоть малейший шанс, что один из них упадет на Землю, а ученые считают, что если это будет размером более километра, то это уже глобальная катастрофа. Вот до километра, если подоперечить и до километра, то может, если оч�데 повезет, это органический региональный. Нет, региональный катастроф. Ну, конечно, тем, которые живут в этом регионе совсем не повезет, то может человечество выживет. Если это будет два-три километра, то последствия будут очень серьезные и глобальные. Выживет ли человечество? Бог его знает. Вы знаете, может быть и выживет, потому что все-таки оно уже достаточно хорошо ощущено технологиями, но это будет ужасная жизнь, и до этого лучше не доводить дело. Поэтому здесь любой риск отличный от нуля воспринимается как неприемлемый. Поэтому вот когда вы говорите, нет ли лукавства, ну вот когда в России заговорили о том сразу после Челябинского метеоризма, что готовы создать систему за 58 миллиардов рублей, вы знаете, это было не то, что лукавство, это была откровенная попытка воровства под соусом заботы о России, ну, естественно, о человечестве, ну и кроме того, с надеждой на то, что люди сейчас напуганы, люди, депутаты там, правительство, и они с охотой выделят деньги на эти, простите, как можно вот просить деньги на что-то, о чем у вас еще нет конкретного представления. Вот я смотрел в интернете, а что это за система? И кроме того, что это будет система защиты от астероидов и комедий, я больше ничего не нашел. То есть сумму просят конкретную, а ничего конкретного предложить не могут. Это вот была очередная попытка создать черную дыру в бюджете. Хорошо. А хотя бы систему раннего оповещения можно создать? Недорогую. Да, безусловно, она уже и создается. Вот не американцы, а канадцы запустили небольшой космический аппарат на ОСА 25 февраля, который будет отслеживать космическое пространство на расстоянии до 45 миллионов километров от Земли. Вот по классификации НАСА любой космический объект, который подходит на расстояние ближе 45 миллионов километров к земной орбите, автоматически попадает в категорию близорасположенной к Земле. А если эта дистанция сокращается до 20 миллионов километров, то такой объект становится потенциально опасным. Вот этот космический аппарат, небольшой телескоп, он будет просматривать космическое пространство на расстоянии до 45 миллионов километров. Но, конечно, просматривать в достаточно ограниченном секторе. Это первый шаг в нужном направлении. Спасибо. С нами был Юрий Караш, член-корреспондент Российской Академии космонавтики имени Цилковского. Мы говорили о космическом мусоре и о космических угрозах. Судя по словам Юрия Караша, больших угроз нет. Надеюсь, что все будет хорошо. Завтра для вас программу проведет Илья Колосов. Всего доброго. До свидания.